Что же выбрать, когда вы подошли к финишу? Сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом и рассказать, как сделать выбор в отношении покрытия, когда вы уже находитесь на финишной прямой, когда ваш предмет готов и у вас стоит выбор, что выбрать, лак либо масло. Перед вами два ящика. Это мебель советских времен и тот и другой ящик. Здесь у нас покрытие лаком, справа уже идет покрытие маслом. Это ящик от Комода. Он был покрыт полиэфирным лаком. Большинство мебели советского времени покрывалось именно вот этим лаком. Это не реставрированный ящик. И могу предположить, что мебель имела такую сохранность, потому что слой был толстый. И дерево как бы консервировалось под этими толстыми слоями лака. Сейчас уже такой лак практически нигде не используется. Если он наносится лак, то он более благородно смотрится. То есть такими слоями уже не наносится. Но это на любителя. Что же выбрать, когда вы подошли к финишу? Во-первых, если вам очень важно тактильные ощущения, то когда вы трогаете лак, вы трогаете лак. Лак создает пленку, и вы трогаете уже вот эту пленку. При покрытии маслом поры у дерева открыты. Здесь вы трогаете непосредственно дерево. Плюс еще это внешние различия. Если вам зрительно, вы можете посмотреть и отличить. То есть фактура дерева, рисунок более скрыт под слоями лака. Он не такой выраженный. Масло же у нас подчеркивает всю красоту дерева, придает какую-то благородность этому изделию. Оно уже на порядок смотрится дороже. Это вот такие вот отличия. Если мы перейдем с вами от качества покрытий, какие качества есть у лака и какие есть у масла, здесь можно посмотреть и плюсы и минусы. Лак у нас создает пленку, которая защищает наше дерево от механического воздействия, от влаги. И понятно, что оно более прочное такое покрытие. Оно меньше подвержено царапинам, сколам. Несмотря на то, что сейчас технологии нанесения масел уже тоже идут с восками, они тоже защищают дерево. Но такими свойствами, как лак, оно, конечно, не обладает. Масло же требует к себе более такого бережного отношения. Оно не терпит, чтобы вы где-то как-то там его ударяли, чтобы вы его какими-то абразивными губками царапали. То есть оно более деликатное. И когда вы смотрите, что же выбрать для себя, вы еще должны посмотреть, где будет использоваться этот предмет. Если вы планируете этот предмет интенсивно эксплуатировать, если у вас он будет подвергаться частому мытью, если у вас есть дети, то, конечно, вам лучше выбрать лак, потому что лаковое покрытие вы можете мыть, вы можете использовать моющие средства, вы можете интенсивно где-то с этим предметом взаимодействовать. Если, например, это какой-то офис, то, конечно, вы покроете стул лаком. И плюс, если на лак ваш ребенок нанес какую-то краску, вы протерли тряпочкой, и следы не останутся. Такая история не пройдет с маслом, потому что если у нас, как я уже сказала, у дерева под маслом поры открыты, и если ребенок начертил, например, фломастером, краситель может попасть уже в поры, и вам будет вывести его намного сложнее в этом плане. И плюс, если вы будете интенсивно с предметом взаимодействовать и его обо что-то ударять, бебели покрыты маслом, быстро появятся сколы и царапины. Вот в этом, как бы, по прочности масло, конечно же, уступает лаку, но если это, например, какой-то там шкаф, которым вы там редко пользуетесь, либо это какой-то комод, который не подвержен интенсивному воздействию, то масло с этой задачей очень хорошо справится. Плюс масло бережно как бы ухаживает за деревом, оно его напитывает, оно создает вот такую вот пленочку, оно не пропускает воду, и если есть какое-то сырое помещение, то масло с этой задачей отлично справится, в отличие от лака, потому что лак со временем, если есть влажность, если есть перепады, он начнет растрескиваться, он начнет шелушиться, масло с этой задачей будет справляться. Если у вас есть полочка, которая покрыта маслом в ванной, то в отличие от лака, она будет служить долго. Но масло, если вы его будете, например, протирать или со временем, там с годами, оно требует обновления. Вы можете взять масло, покрыть поверхность, опять пройтись по поверхности, отшлифовать губочкой, либо там ветошью, и оно опять приобретет первозанный эстетический вид. Плюс на масле очень легко устранить царапины. Это можно сделать фрагментарно, то есть если у вас появились какие-то царапины, либо где-то у вас поистерлось масло, вы можете на фрагменте, именно где эти царапины есть, пройтись, например, колерованным маслом под цвет вашего дерева, распределить это все ветошью, располировать, и это не потребует полной работы с изделием. То есть можно работать фрагментами. С лаком такой ситуации не будет. Если у вас есть царапины, то просто заделать вот такой вот участок и оставить его незаметным на лаке такое не будет. То есть вам нужно будет все изделие, вот например, если мы берем вот этот вот передний фасад, то все изделие нужно будет зачистить от лака и полностью подвергнуть его реставрации. Покрытие снять, полностью отшлифовать и полностью заново покрыть. По срокам службы, если смотреть, если с мебелью обращаться бережно даже, то масло ничем не уступает лаку. Единственный момент по своему опыту хочу сказать, что покрытие мебели просто маслом, например, которое стоит в магазинах и написано масло для мебели, оно как финишная отделка не годится. Оно пропитает дерево, оно проявит рисунок дерева, сделает его более благородным. Но в качестве финишной основы я бы рекомендовала использовать масло на основе воска. Воск, когда он полимеризуется, он создаст вот эту вот основу, которая защитит дерево и на ней меньше будет появляться царапин и сколов. Если вы склоняетесь к лаку, то сейчас есть лаки на водной основе, именно для работы с мебелью. Не обязательно использовать какой-то полиуретановый, можно взять акриловый лак. А какой способ выбрать? Это каждый посмотрит на свои особенности жилищные, если у вас дети, как будет подвергаться предмет эксплуатации. И надеюсь, что эта информация поможет сделать выбор в пользу того или иного покрытия.